Оксана Гаврилюк Через год в СМИ появился ребенок. Назвали Александрой. В 1996 году Оксана Гаврилюк присутствовала на открытии седьмой школы. С тех пор по сей день она работает здесь учительной технологии. Очень мне нравится эта профессия. Я очень люблю детей. Очень люблю свою работу. Естественно, увлекаюсь как ребенок в этой работе во все новые дела. И любое начинание, конечно же, я хочу доводить до хорошего, так скажем, результата, который получаю. И мне это очень нравится. За 18 лет работы многие учителя стали больше, чем коллегами по работе. Без поддержки и взаимовыручки в педагогике не обойтись, признается Оксана Анатольевна. Оксана Анатольевну я знаю давным-давно. Мы с ней, помимо того, что коллеги, еще хорошие подруги. Это чуткий, заботливый человек, хорошая мать. Прекрасный коллега, отзывчивый, которая может прийти всегда на помощь. Помочь советам, помочь словам. Подбодрить, когда надо. Прежде всего, человек очень методичный. Она ставит определенные цели и всегда их добивается. Вот ее отличает такая особенность, что она никогда не планирует себе, наверное, лишнего, да, как мы напланируем себе день невозможных дел, которых невозможно в течение дня выполнить. Она идет постоянно четко по намеченному плану, к намеченной цели. Отличает ее то, что ребята ее очень любят. Она очень доброжелательна, она очень мягкая по характеру, но в то же время она очень требовательная. Хороший классный руководитель, не только учитель технологии. То есть это тоже не все учителя соглашаются быть классными руководителями, потому что понимают, какая ответственность, потому что помимо основной работы нужно еще взять на себя ответственность за 20-25 детей, которым тоже нужно отчасти в школе быть мамой. Не знаю, можно ли вообще назвать работу учителя работой. Это, скорее всего, призвание. Согласно последним исследованиям, после окончания педагогических вузов, лишь 42% выпускников остаются в профессии. Учитель – это не рутинная работа от звонка до звонка. А что касается уроков технологий, то здесь вообще простор для творчества и большая ответственность. Нужно научить всему, что понадобится в будущей жизни и даже вне зависимости от выбранной профессии. Самое необходимое, что в жизни должна сформировать в себе девушка, мы изначально это все прививаем. И как приятно, когда выпускники выходят со стен школы и поступают в институты по направлению. Вот художник-модельер, на дизайнера. А еще приятнее, когда они вырастают, заканчивают свою, ну так скажем, учебную деятельность и приезжают сюда. Приходят к тебе, навещают тебя и говорят тебе огромное спасибо за то, что вот, например, благодаря мне они выбрали эту специальность. Вот это, конечно, очень радует. Воспитанники Оксаны Анатольевны отмечают сочетание строгости и доброты в учителе. А такие моменты из школьной жизни, как замечания, они воспринимают как стимул стать лучше. Со всеми своими проблемами и вопросами они идут к своему классному руководителю. Она очень добрая. Ей можно сказать свои тайны. Знает то, что она их не расскажет никому. С ней можно легко договориться. Она очень хороший учитель. Она очень добрый, честный, очень хороший человек. Очень любимый учитель. Наверное, каждый из вас сможет сказать о ней только положительные эмоции. Оксана Анатольевна, не знаю, мне кажется, она нравится всем. Она должна нравиться всем. Она настоящая мастерица, настоящая хозяйка. Очень хороший человек, настоящая женщина. Она очень хороший учитель. Иногда она, конечно, ругает за какие-то поступки, что там двойку получил или еще что-то. А так она очень хороший учитель. Мне она нравится. При встрече с Оксаной Гаврилюк я не могла не спросить, в чем кроется секрет такой симпатии детей к преподавателю. Какой принцип? Чисто человеческое качество. Хочется, чтобы у ребенка получилось. Получилось делать первые шаги в эту взрослую жизнь, в эту интересную жизнь, в эту своеобразную, но очень, тем не менее, какую-то яркую, красочную. И когда у него получаются вот эти первые шаги, он уже заинтересован, а что же будет в конце вот этого урока? А чем же он закончится? А что у него за продукт получится? И вот когда он видит продукт своего труда, вот эти вот, знаете, в глазах яркий свет, этой радости, этого восхищения, ну это дорогого стоит. Каждый ребенок индивидуален. И для того, чтобы увидеть эту индивидуальность, порой надо не только уделить внимание, но самое главное – поверить в ребенка, который порой сам в себя еще не верит. Сейчас только в образование стали вводить школьную форму. Раньше дети ходили, соответственно, кто во что гораст. И Оксана Анатольевна старалась привить детям вот именно эстетические качества, формы одежды. Не всегда удавалось. Была одна девочка, которая категорически отказывалась носить и юбку, постоянно ходила в джинсах, в кофте. И тогда Оксана Анатольевна попыталась с ней создать эскиз одежды. Со временем эта девочка пришла к ней и сшила очень много одежды для себя. Если многие девочки видят в Оксане Анатольевне пример для подражания и связывают свою жизнь с дизайном, то дочь Александра выбрала другой путь. Девочка вовсе не пошла по стопам своей мамы. Александра сейчас учится в Санкт-Петербурге на финансового менеджера. Мама девочки довольна и уверена, важно не только учить и наставлять, важно давать каждому ребенку самостоятельность. Оксана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, что вы считаете самое главное в жизни? Самое главное в жизни – это семья. Ее благополучие всех членов моей семьи. А то, что благополучие семье, конечно же, я вкладываю сюда и работу, чтобы работа нравилась. Это прекрасное настроение, это куда хочется тебе идти каждый день, где ты проводишь почти свою жизнь на этой работе. Мне нравится, что у моего мужа тоже хорошая работа, он ее тоже любит. И как бы я вот в это и вкладываю ценность жизни. Рассказала нам Оксана Анатольевна и забавный случай из жизни, который, как призналась педагог, долго будет согревать душу и будет приятным воспоминанием еще на долгие годы. У меня день рождения попадает как раз на время, когда проходят каждый год митинги в городе. Я была на этом митинге со своими детьми, и мы очень замерзли. Мы с преподавателями решили в кафе зайти кофе попить. Тут звонят дети и говорят, Оксана Анатольевна, а вы где? Мы вам хотим что-то вот рассказать, а вот вас нет. Ну как это мои дети хотят рассказать, а классного руководителя нет? Домой они не идут уже после митинга. И вот они вызывают меня на улицу. Я выхожу с кафе и смотрю, мои дети собрались. Очень большое количество шариков надули. И они, оказывается, сделали не калаш, а сделали мне ко дню рождения огромный плакат. Когда они увидели меня, они все стали прыгать с этим плакатом, с этими шарами и кричать «С днем рождения!». Вы знаете, это было настолько удивительно, это было настолько приятно, что вот таким вот образом они выражают свою любовь, свое уважение. Воспитанницы Оксана Анатольевна часто участвуют в выставках прикладного творчества. Не раз становились победителями творческих конкурсов и олимпиад. Нужно для жизни в будущем вязать. Можно будет детям что-нибудь связать, шапочки, варежки. Оксана Анатольевна, она более хозяйственная, а мы девочки, которые мы отличаемся тем, что мы еще не такие опытные, как Оксана Анатольевна. Потому что Оксана Анатольевна больше всего знает, больше умеет. Ну а мы только этому учимся. За время нашей беседы, рассказывая о себе, Оксана Гаврилюк всегда говорила о своих воспитанниках. Скромно отмечая, что ничего интересного в ней нет. А вот в детях лично я открыла для себя интересного человека. Милую девушку, если повторю слова ее учениц, самый настоящий эталон женственности. А еще профессионала своего дела, эталон учителя, которому так признательны и которого так любят ученики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова